Тридцать вторая глава книги пророка Иезекииля Так, говорит Господь Бог, я закину на Тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат Тебя моею мрежою. И выкину Тебя на землю, на открытом поле брошу Тебя, и будут садиться на Тебя всякие небесные птицы и насыщаться Тобою звери всей земли. И раскидаю мясо Твое по горам, и долины наполню Твоими трупами, и землю плавания Твоего напою кровью Твоей до самых гор, и рытвенные будут наполнены Тобою. И когда Ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом Своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над Тобою, и на землю Твою наведу тьму, — говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении Твоем между народами, по землям которых Ты не знал. И приведу Тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся о Тебе в страхе, когда мечом Моим потрясу пред лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения Твоего. Ибо так, — говорит Господь Бог, — меч царя Вавилонского придет на Тебя. От мечей сильных падет народ Твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и впредь не будет мутить нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, — говорит Господь Бог. Когда сделаю землю египетскую пустынью, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих в ней, тогда узнают, что я Господь. Вот плачевная песнь, которую будут петь, дочери народов будут петь ее. Об Египте и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В двенадцатом году, в пятнадцатый день того же месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, оплачь, народ египетский, и не зринь его, его и дочерей знаменитых народов преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур, и все полчища его, вокруг него гробы их. Все пораженные, падшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчища его, вокруг гробницы его, все пораженные, падшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там елам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, падшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили собою ужас на земле живых, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложи ему, совсем множеством его, вокруг него гробы их, все они обрезанные, пораженные мечом, и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор, наравне с отшедшими в могилу и положены среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с падшими героями необрезанными, которые с воинским оружием сошли в преисподнюю, и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых? И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженными мечом. Там Едом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом, они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными, быв посрамлены в могуществе своем, наводившем ужас. И лежат они с необрезанными, пораженными мечом, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится во всем множестве своем пораженным мечом, фараон и все войско его, говорит Господь Бог, ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог.